Доброе здоровье, уважаемые подписчики. Ну что, надо бы закончить наше предыдущее видео, потому что оно осталось незавершенным. Лично меня интересует, а как же будут телеведущую лечить? Или как? В чем будет заключаться помощь? Ну и вот я взял да зашел. Аргументы и факты, федеральный АИФ. И начал, так сказать, читать. Пожаловалась на сильную боль в тазу, из-за которой испытывала трудности при ходьбе. Значит, находится в том видео. Готовлюсь к МРТ сустава, боль подвздошной кости такая, что или хожу, сказала сама телеведучая. А что стало причиной сильной боли в суставе? Проведя необходимые исследования, вообще обнаружили у нее отек в месте прикрепления большой и малой ягодичной мышцы. В это место телеведущие ввели специальную инъекцию. Читаем далее. На ролике, который телеведущая выложила, значит, по телефону было прокомментировано результаты МРТ, что это похоже на бурсид. Бурсид – это воспалительное заболевание суставной сумки, которая проявляется накоплением в ее полости большого количества жидкости. Вопрос, конечно, такой, лично у меня. Может, у кого-то никаких вопросов нет. А у меня всегда вопрос. А что явилось причиной накопления большого количества жидкости в этой суставной сумке? И так говорят, что это бывает редко, но бывает. И вот интересная причина. Похоже, это связано с тем, что телеведущая носит тугие колготки, пояснил врач. Вот так причина. Очень, так сказать, интересная. Возможно, кого-то эта причина и удовлетворяет, но меня как-то не особо. Так, итак, как сейчас она себя чувствует? Поделилась впечатлениями сразу после процедуры. Красота чуть-чуть осталась. Там в другом месте я читал, что был введен обезболивающий какой-то укол. Ну, боли нету, нету, красота чуть осталась еще. Далее. Она также рассказала о своем самочувствии, спустя несколько дней после лечения. Вот в чем заключается лечение? Прошло два дня. Я хорошо сплю. Раньше не могла повернуться ни на один бок. Я хожу совершенно без боли, по ровным поверхностям. Небольшая боль появляется, если поднимаюсь по ступенькам или опираюсь на левую ногу. Она не сильна, но есть. И вот самое важное. Доктора сказали, что максимум действия гормонов еще не наступил, но он наступит в ближайшие дни, тогда боль пройдет. И все. Ну, как говорится, пройдет, так пройдет. Это хорошо, если все так сложится. Ну, на мой взгляд, тут нет разговора о причинах. Такая какая-то детская, детская, знаете, отговорка. Вот так вот. А сколько людей, женщин, носят колодки? Ну, что-то у них особо так не бывает этого. Ну, и лечение. Раз, сделали, все, обезболивали. Нету, нету. Да и нормально. Или там гормональную эту штучку. Ну, все, как говорится, окей-прима. И мне вспоминается на моих глазах развернувшаяся картина. У моего очень хорошего знакомого. У него болела поясница. Ну, примерно там, как у большинства людей болела, как и у меня там болела. И он что-то попытался поделать, но это же надо делать. И остановился на самом простом. Это прием обезболивающих таблеток. Таблеток, ну, примерно как вот здесь. Обезболивающие таблетки. И вот красота принимает. Спина не болит. Начинает болеть. Он опять их такой раз засыпал. И так продолжалось несколько лет. В результате, где-то, по-моему, зимой, у него открылась от приема вот этих таблеток язва желудка. За малым Богу душу не отдал. Как-то выходили, все нормализовалось. Дальше-то спина продолжает болеть. Перешли на уколы. Обезболивающие уколы. Вот делаю, делаю. Тоже, тоже несколько лет. И вот в настоящее время, а возраст у него такой же, как у меня, он практически передвигается. Он передвигается. Сердце никакое задыхается. То есть сердце, легкие. И все. А спина также продолжает болеть. Делаются эти уколы. И он уже просто какая-то развалена. Вот знаете, человек, который так вот осталось немножечко доходить. И все. Вот к чему ведет лечение. Просто-напросто устранение следствия. Болит. Ну, видишь, не болит. А потом опять заболела. Ну, тогда опять. Вот об этом я с вами и хотел поделиться. А именно сделать такой вывод. В любом случае, важно, чтобы вы, потому что это ваша жизнь, вы знаете, что вы в ней делали такого, что привело к тем или иным там заболеваниям. И не надо их лечить. А надо устранить вот те причины. Вот вы так с последствием только раз пошли. Ага. Те причины, которые привели вас к этому заболеванию. И это все пройдет. Само пройдет. Но для этого надо измениться. И как говорил великий Гиппократ, если человек не хочет меняться, и ему никто не поможет. КОНЕЦ Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.